МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрть. И вот некоторая тема нашего выпуска. Снижение арендных ставок и создание новых рабочих мест. Развитие и усовершенствование малого и среднего бизнеса обсудили в городском исполнительном комитете. Прилетайте в Беларусь! Символическая акция в поддержку безвизового режима стартовала по всей стране. Медицина и творчество на одной сцене. Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «Новые имена Беларуси-2017» среди работников здравоохранения. Сад в чашке, бонса из картона, весенняя поляна за стеклом. Областной конкурс юных флористов проходит в Гродно. Четверть века только начало. Объединение мастеров народного творчества «Хараденский колорит» отметило 25-й день рождения. Вопросы развития малого и среднего бизнеса обсудили в Гродненском городском исполнительном комитете. Напомним, встреча носила в первую очередь дискуссионный характер. В центре обсуждения вопросы аренды, налогов, а также льготного пользования пустующим имуществом в Гродно. Результат – встреча уменьшения коэффициента арендной платы до единицы. К тому же, если предприниматель создает три или более новых рабочих мест, ему будет снижена сумма арендной платы. Со стороны местных исполнительных властей предпринимателям было предложено активно включаться в покупку зданий, которые они арендуют на протяжении нескольких лет. Как показывает практика других стран, мы предложили, а вернее было отдано поручение нашим специалистам о том, чтобы молодым предпринимателям, только что зарегистрированным, предложить по самой минимальной наценке арендное помещение, к которому он может работать. Это некоторый шаг и некоторое время становления предпринимателя будет для того, чтобы он развил бизнес, стал на ноги и дальше развивался. Но потом, соответственно, увеличение ему будет через 2-3 года той же арендной платы, когда он уже станет нормально работать. Также во время диалога обсудили и другие вопросы. Завышенные счета за отопление, административные документы для облегчения работы и создания новых рабочих мест. К слову, было решено создать рабочую группу, которая в дальнейшем будет заниматься вопросами среднего и малого бизнеса. Такие встречи с предпринимателями в Гродно будут проходить ежеквартально. Символическая акция «Прилетайте в Беларусь» в поддержку безвизового режима стартовала по всей стране. Гродницкая молодежь тоже присоединилась к такой весенней инициативе. Более сотни людей своими руками построили скворечники как символ гостеприимства белорусского народа. К тому же это хорошая помощь орнитологам, где появится новый микрорайон. Для пернатых гостей узнавала Яна Мельниченко. Студент Евгений Белков впервые в жизни своими руками смастерил скворечник. Хоть и учится он на каменщика, но деревянные изделия всегда привлекали внимание парня. Говорит, для первого раза получилось неплохо. Полтора часа работы и вот одна маленькая квартира для пернатых готова. Я решил присоединиться, потому что вешать скворечники – это доброе дело. Считаю, что птицы должны где-то жить просто. Должны прилетать зимой, им же покушать хочется. Все скворечники волонтеры изготовили сами. Общими усилиями они построили настоящий птичий городок. К тому же квартиры для пернатых получились красочными и оригинальными. На них изображены белорусские орнаменты и хэштеги «Прилетайте в Беларусь». Это своего рода приглашение иностранных туристов посетить наш город и узнать как можно больше о нашей стране. А такие акции, говорят организаторы, это хороший способ показать молодежи, что их помощь необходима городу. Количество молодежи сегодня большое очень. Это 120 человек, членов нашей организации, которые пришли сегодня сюда именно убрать и заняться благоустройством данной территории. Именно потому, что здесь планируется все-таки открытие какой-то парковой зоны для отдыха наших горожан. И это замечательно, что члены нашей организации присоединяются к таким акциям по благоустройству этих территорий. Акция пройдет до 10 марта. За это время волонтеры всей страны построят тысячи таких жилых комплексов для пернатых в парках и скверах. Это поможет орнитологам подготовиться к прилету птиц из теплых стран и покажет, что жители города и всей страны готовы встретить иностранных гостей со всей белорусской гостеприимностью. Яна Мельниченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Его цель – возрождение и развитие традиционных белорусских искусств. Объединению мастеров народного творчества. Хараденский колорит – 25 лет. Более чем за 20 лет, что существует объединение, состоялось более 600 различных выставок, пленеров и фестивалей. На его счету 11 мастеров и художников, принятых в Белорусский союз мастеров народного творчества. Но безграничный диапазон различных техник и жанров привлекает всех неравнодушных к искусству. Поэтому итоговая выставка, где представили свои работы и профессионалы, и начинающие мастера, заинтересовала большое количество посетителей. Центральной композицией стало большое пасхальное яйцо из лозы, выполненное одним из старейших мастеров объединения Евгением Блудовым, а также инсталляция с вербами на традиционных домотканных покрывалах. В нашей выставе удельничают, как уже известные, сталые мастеры, так и те, кто только кандидаты на выступление в городянский колорит. У всех тех, кто творче занимается, нема дренных жанров, есть просто не цикавые, есть просто не притягальные. А все то, что притягальное, все то, что пригоже, что доставляет саладу людям, у всех владельцев этим мастерством, принимаем охотно у городянский колорит. Помимо традиционных, аутентичных и древних техник и жанров, таких как ткачество, плетение из лозы и соломы, ковка, резьба по дереву, на выставке нашлось место и для новых видов творчества, декупаж без реплетения, топиари и канзаши. Мастера городянского колорита предпочитает не ограничиваться классикой и с успехом осваивает новые виды искусства, находя в таком творчестве те же черты, что и в народном традиционном. Народное творчество – это всегда вкладывалась душа в работу, вкладывалась какая-то мысль, идея. Каждая работа, и завнешняя, и сегодняшняя, она источает тепло, свет, она источает любовь. Вместо скальпелей и рецептов – песни и танцы. В Гродно прошел областной отборочный этап конкурса «Новые имена Беларуси-2017» среди работников здравоохранения. В конкурсе участвуют фармацевты, хирурги, психологи и медицинские сестры. О том, какими талантами обладают медики, в следующем сюжете. Там, за стенами концертного зала, Оксана Корней – руководитель одной из аптек предприятия «Фармация». Здесь на сцене практически солистка популярной группы. Чуть более года назад она окончила медицинский колледж. Практически сразу молодому специалисту доверили место руководителя. И там, и тут, признается Оксана, она выкладывается по максимуму. Мы все планируем победить, особенно вот сейчас. Очень готовились к этому конкурсу, поэтому, конечно же, победа, само собой, из этого никуда. 16 творческих коллективов представили как областные, так и районные организации. К слову, в этом году конкурс Федерации профсоюза в Беларуси проходит в новом формате. Сначала каждая отрасль выберет самых талантливых работников у себя в регионе, а далее состоится республиканский этап. И уже после него все победители межотрасливых этапов встретятся на всеобщем гала-концерте. Конкурс покажет таланты, которые сегодня работают в системе здравоохранения. Я всегда был убежден, что медики, люди, которые работают в системе здравоохранения, они талантливы по натуре. И сегодня на сцене, я думаю, что проявятся самые талантливые, опытные. Тем более нам надо отобрать в четырех номинациях лучших и отправить на республику. Участники подошли к конкурсу с креативом. Не просто поучаствовать, а показать все свои таланты. Сложные хореографические номера, виртуозное цирковое выступление, песни преимущественно на белорусском языке и, как итог, горячие овации зрителей. И такая награда, говорят, слаженная работа не отдельного человека, а всей команды, коллектива предприятия. У Гродинских групп, фармаций, працуют не только соправданные профессионалы, которые помогают нам быть здоровыми, но и очень талиновитые, очень творческие и очень артистичные особы. Их концертная программа вылучалась и креативностью, и местом. Совместить работу и подготовку к конкурсу помогали и руководители организации. По их словам, это возможность не только сплотить коллектив, но и вдохновить на творческие подходы в основной профессии. У нас на предприятии работают творческие, активные, инициативные люди, поэтому мы всегда эту инициативу поддерживаем и стараемся, конечно же, проявить себя не только в нашей работе профессионально, но и показать в том числе в различных творческих номерах и на сцене. Первое место среди команд по итогам областного этапа конкурса досталось Гродненской станции скорой медицинской помощи. На втором месте команда предприятия «Фармация», а своеобразная бронза у творческого коллектива Гродненской областной клинической больницы. Полина Ларина, Дмитрий Якубовский, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Бонса из картона, цветы из апельсина и волшебный сад в банке. Областной эколого-биологический центр детей и молодежи превратился в настоящую оранжерею. Здесь проходит шестой по счету областной конкурс юных флористов. Название выставки – «Солнце, мама и цветы». Поэтому в центре экспозиции – расцветающие ветви, букеты и весенние композиции. Это творческий и в то же время экологический призыв не уничтожать природу, а создавать красоту своими руками. В конкурсе принимали участие учащиеся учреждения общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи в возрасте 11-16 лет. На конкурс в этом году поступило 136 работ из 19 районов Гродненской области. В этом году было заявлено 4 номинации – «Искусственный бонсай», «Сад в чашке», «Флорариум». И впервые опытное жюри оценивало работы, выполненные в технике терра. Каждый из объемных картин – это настоящее произведение искусства. В него вложено немало труда. Это основа, вот штукатурка. С ней было сложно, потому что здесь и инструменты нужны особенные, плюс нужно подобрать и цветовую гамму, то есть акварельные краски. Это тоже нелегко сделать. Но я думаю, начало положено, и будем работать дальше. Весенняя фантазия за стеклом, цветущий сад в чашке, мини-оранжереи в бокалах и банках. Все эти композиции вполне могли бы стать украшением любого интерьера. Полюбоваться работами юных флористов можно до 15 апреля. А в мае лучшие композиции отправятся в Минск, где украсят выставку в Республиканском центре экологии и краеведения. В канун своего профессионального праздника Гродненский театр «Кукол» по традиции делает подарки своим зрителям. На этот раз это будет премьера нового спектакля «Медовая сказка». Это современное произведение, и его уже назвали своеобразным пособием для детей по воспитанию своих родителей. В постановке занят звездный актерский состав. А вот режиссер-постановщик в этой роли дебютирует впервые. Валерий Карышев хорошо известен в Гродно как актер. А уже 14 марта зрители смогут оценить его в новой ипостасе. За творческим процессом на одной из репетиций наблюдала Лена Молчанова. Гродненский театр «Кукол» – это театр Олега Жюкжды. Для поклонников Мельпомены это аксиома, не требующая доказательств. Тем не менее, уже на днях на сцене этого старейшего театрального здания состоится премьера спектакля в постановке нового режиссера. Валерий Карышев Гродненскому зрителю известен давно. Он востребованный актер и занят во многих постановках. В этот раз он в новой ипостасе. Режиссер-постановщик. Спектакль – это пособие для детей по воспитанию родителей. Такой необычный вариант. Сказка называется «Зоки и Бада». Авторы Леонид и Ирина Тюхтяевы. У нас же в театре это будет называться «Медовая сказка». Это произведение. Чуть после моей инсценировки чуть-чуть меняем название. Потому что «Зоки и Бада» может быть малозвучно для кого-то. Если кто-то не читал, непонятно, о чем речь. «Медовая сказка» – сладкое, что-то такое вроде милое. Может быть, и стоит сходить. Дебют Валерия как режиссера состоялся еще несколько лет назад. Он поставил спектакль в детском театре «Надежда». И даже несмотря на то, что постановка нашла своего зрителя, да и критика оценила работу достаточно высоко, Олег Жюкшда, главный режиссер театра «Кукол», признается, хоть и ненавязчиво, но за репетиционным процессом все же наблюдает. Ну, естественно, молодому режиссеру Валерию Карушеву была предоставлена полная свобода, так называется, карта-бланш на постановку спектакля. Ну, конечно, я, так сказать, иногда заглядывал в зал, так спрашивал, не надо ли чего, может помочь чем. Вот, но молодость, она как бы в меру амбициозная, я думаю, и главное, чтобы трезво оценивал собственные возможности. Кроме главного режиссера, к режиссеру-начинающему присматривались и актеры. Ведь до недавнего времени они были, как принято говорить, на одинаковых ролях. На одной сцене проходили мизансцены, подавали друг другу реплики. Теперь, хотя и приходится соблюдать определенную субординацию, атмосфера на площадке по-прежнему дружеская. С Валерой мы можем где-то в каких-то местах поспорить, но это неплохо. Это как раз хорошо, и мне кажется, что он очень гармонично вписался, неожиданно как-то. Было сложно действительно к этому подойти, и перед началом репетиции мы переживали, как оно будет, как что у нас там. Не знаю, как мы все сживемся и будем воспринимать его как режиссер. Но как-то, к счастью, все хорошо прошло и проходит, и все хорошо. Тонко чувствующий, жаждущий творческого поиска, не желающий заигрывать с публикой, но мечтающий создать уникальный спектакль. Режиссер Валерий Карышев выносит на суд зрителя свою любимую сказку, делится детской мечтой и ставит перед собой амбициозную задачу. Я бы хотел, чтобы это был семейный спектакль, чтобы и взрослым было весело, потому что тут должно быть у нас, ну мы вроде как пробуем, много взрослого юмора такого, совсем взрослого, да, а и много для детей, то есть веселые куколки, милые, там, мягкие, там, всякие действия они с ними делают такие безалаберные. То есть, ну, как бы, мне бы хотелось, чтобы это был такой, опять же, симбиоз для взрослых и для детей, да, чтобы как-то... И не взрослые не спали, как бывает на детских спектаклях, и на взрослые, чтобы там дитё привели, оно там ревёт, потому что ему скучно, страшно и неприятно. Веселая музыка, обаятельные куклы, увлекательный сценарий и звездный актерский состав. А в новом спектакле есть все для того, чтобы «Медовая сказка» внесла свой вклад в блистательный репертуар Гродненского театра «Кукол». А вот как зрители оценят новую постановку, станет известно уже в ближайшие дни. Премьера спектакля состоится 12 марта. Лена Молчанова, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+. 28 марта на сцене Гродненского театра «Кукол» прозвучат известные хиты легендарной группы «Битлз». В программе «Come together» биг-бенда Гродненской областной филармонии вы услышите любимые композиции в джазовой интерпретации. Аранжировщик и главный дирижер Борис Мягков. Режиссер-постановщик и ведущий программы Виктор Соколовский. Только живой звук. Справки по телефону в Гродно. 77 59 30 и 77 37 68. Или на сайте grodnalyalka.by. Выгодное предложение от компании «Корсак». Покупайте мягкую и корпусную мебель в рассрочку без первоначального взноса на 6 месяцев. Без начисления процентов. За покупками приглашаем по адресам. Улица Фомичева, 2, торговый центр «Магнит» и Богудского, 5. 17 марта ночной клуб «Колизей» приглашает всех на свой день рождения. В праздничной программе силовые акробаты, братья Соловьевы, мимы, шоу-балет «Монро», а также много подарков, розыгрышей и отличного настроения. Ведущая вечера Ульяна Шубко. 17 марта ночной клуб «Колизей». Отпразднуем день рождения вместе. И в завершении выпуска новость от наших партнеров. Усадьба Славичи предлагает организацию и проведение семейного отдыха, праздничных мероприятий и корпоративов с богатым застольем и большим количеством развлечений в 10 километрах от Гродно. Все справки по телефону 033-621-68-71. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно позвонив по номеру 77-33-04. И напоминаем, что программы телеканала «Гродно плюс» доступны и абонентам пакета зала. Видеть нашу программу могут жители всей Гродницкой области на 112-м канале. Хорошего отдыха и до встречи на телеканале «Гродно плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин